Вот я пришила еще один ряд, и у меня мой шар получается уже такой. И остается для того, чтобы моя сфера была закрыта, вот этот шар был закрыт, остается пришить один последний элемент. Причем мы уже имеем все 5 крупных бисерин, какие у нас должны участвовать в этом сшиве. И нам остается только добавлять мелкий бисер. Вот после того, как я вышла в крупную бисеринку, я захожу в мой последний вот этот элемент отплетенный. И смотрите, как мы сейчас соберем наш шар. Конечно, он пока что у нас недостаточно твердый, недостаточно прочный, но мы еще поработаем над его укреплением. Вот я пока что буду собирать последний элемент здесь пришивать. Это самая немножечко, наверное, неудобная. Но можно вот так исхитриться немножечко. Вот смотрите, наша работа продвигается вперед. Итак, мы понемножку подходим к завершению нашего шара. К завершению оформления нашего шара. Ну вот. Вот последняя крупная бисеринка. И мы наш шар уже практически закончили. Смотрите, что я делаю дальше. Я прошла по кругу, зашила все мои крупные бисеринки. И я выйду. Вот такой у нас получился шарик. Бисеринок интересный, да? Но я не хочу на этом останавливаться. Поэтому смотрите, что я буду делать. Я хочу, чтобы он был у меня прочнее и был более интересным. Поэтому я после того, когда вышла вот между вот этой парочкой моих бисеринок, наберу еще пару. Войду во вторую бисеринку от пары и зайду в первую бисеринку от пары на следующем вот таком оплетенном риволи. Вот таким образом. Снова наберу пару. Войду во вторую бисеринку и войду в следующую первую бисеринку от третьего элемента. Снова наберу две бисеринки. Зайду во вторую бисеринку и смотрите, что у нас будет получаться. И зайду теперь через две бисеринки. Вот я первую пару здесь набирала, да? Поэтому, чтобы мне выровнять все это, я зайду через две бисеринки. Вот и стянем немножечко, да? Теперь я между вот этими бисеринками, какие я сейчас набирала попарно, наберу по одной бисеринке. Наберу по одной бисеринке. И вот таким образом у нас будет получаться такой вот выступ на нашей бусине. Выйдем в середину вот второй пары. Наберем снова одну бисеринку. Пройдем во вторую бисеринку и в первую, третьей пары. Вот таким образом. Это у нас все соединяется между собой. Набрали снова одну бисеринку. И закрыли в колечко вот то, что все мы сделали. Выйдем в одну верхнюю бисеринку. В ближайшую. И посмотрите, теперь я хочу еще добавить вот сюда биконусы. Вот такие 3 миллиметра биконусы возьму. Буду вставлять эти биконусы между вот этими верхними бисеринками. Вот такой у нас получился выступ на нашей бусине. Я пройду еще раз по моим биконусам и бисеринкам. И затем постараюсь по бисеринкам перейти ко второму вот такому отверстию. Повторить все то, что мы только что сделали. Вот мы пройдем по кругу и будем по бисеринкам проходить, чтобы добраться до следующего вот такого нашего отверстия на нашем шарике. Немножечко может быть это неудобно, но это зато будет интересно, оригинально. И ваша работа может быть очень такой, ну я не знаю, для меня сам процесс изготовления вот таких вещей привлекает, что что-то необычное получается, что-то интересное, не как у всех. Вот я вышла на второе такое отверстие и буду повторять все то же самое, что мы только что делали. Набираю первую пару, захожу сразу в бисеринку на втором элементе, в центре между бисеринками. Снова набираю две бисеринки и захожу в бисеринки на третьем элементе. Так, за раз не получается, будем по очереди, потому что у нас немножечко все это проваливается пока что вовнутрь. Вот я зашла, набрала снова две бисеринки и перехожу уже в бисеринки. Первые две пары, которые я набрала, две штучки, которые я набрала, перейдем между ними в центр и начнем набирать по одной бисеринке. То есть, может быть на экране не совсем понятно, но если вы начнете делать это сами, вы увидите, что это достаточно просто. Вот теперь мы по одной бисеринке наберем, будем ставить в центре между пар вот этих, какие мы только что набрали. И третья вот бисеринка, третья бисеринка, выйдем в первую бисеринку, которая вот была одна у нас. И опять-таки поставим наши биконусы на вершине вот этого сооружения. Пройдем еще раз по всем вот этим нашим бусинкам, биконусам, бисеринкам, чтобы закрепить. И вот такие вот выступы мы должны сделать по всему шару вот на всех вот этих наших отверстиях. И тогда наш шар будет укреплен, он не будет проваливаться нигде, будет равномерно распределены везде наши вот эти элементы, из каких мы делали. И наш шар будет достаточно интересным. Итак, продолжаем по нашим бисеринкам проходить и заполнять все наши вот эти пустые пространства. Вот я потихонечку двигаюсь вперед, вот дырочки к дырочке, и вот половина моего шара уже обшита. Он становится абсолютно твердым, независимо от того, что достаточно большая площадь внутри него пустая. И он у меня остается вот таким твердым. Я могу его абсолютно уверенно сжимать, но никакой деформации не происходит. Вот видите, что у нас получается. И нам остается потихонечку, переходя от одного отверстия до второго, вот мне уже осталось практически 5, 6, 7, 8 отверстий таких заделать, вот такими столбиками с кристаллами. И мой шар будет готов. Итак, я продолжаю обшивать. Я продолжаю обшивать. Вот я уже закончила со всех сторон обшивать мой шарик. И вот его внешний вид, он стал таким. Он абсолютно твердый, абсолютно симметричный. И за счет вот этих вот столбиков, какие мы сделали по всей внешней стороне нашего шарика, он приобрел жесткость. И мне кажется, он стал интереснее, чем когда был просто круглый. На этом я считаю, наш мастер-класс закончен. Если вам понравилось то, что мы сегодня делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые видео-мастер-классы. Субтитры создавал DimaTorzok